Девушки отдыхают Чудесная пора И не надо просыпаться в 7 утра Поедем в Африку, отправимся на Марс А наша школа не сбежит от нас Всем привет! Ура! Каникулы! Ты сейчас каникулом радуешься? Или название нашей новой программы говоришь? И то, и другое! Да, дорогие телезрители, вы не ослышались! С сегодняшнего дня мы будем вести программу под названием «Ура! Каникулы!» В котором мы будем рассказывать вам о том, как проводят свой досуг юные губкинсы, оставшиеся в городе А начать нам бы хотелось с маленьких жителей нашего города Да подожди, Семен, не торопись! Вот ты, например, знаешь, как появились каникулы? Я знаю! А я нет! Так что давай рассказывай! Слово каникулы пришло к нам из Древнего Рима Есть такая звезда – Сириус Так вот, по-ладински она называется каникулы Каникулы Сириус ежегодно появлялись на небосводе в июле, в самый разгар лета В это время римский сенат объявлял выходные дни В честь звезды эти дни прозвали каникулами Это немного видоизмененное название кратковременного отдыха Дошло до наших дней и используется у школьников и студентов Сейчас каникулами называют не только летний отдых, а вообще перерыв в учении Ну а теперь давай расскажем, как прошла первая неделя летних каникул Как мы уже и говорили, начнем рассказ с новости, которая касается маленьких жителей нашего города В День защиты детей в спорткомплексе «Олимпийский» прошли соревнования по плаванию Среди маленьких воспитанников комплекса Спортсмены в ярких купальниках и плавательных шапочках Приготовились к первым в их жизни состязаниям на воде В течение года воспитанники детских садов занимались в спорткомплексе Тренеры подготовили с ребятами спортивные мероприятия и учебные занятия Сегодняшние соревнования – это итог проделанной работы за год Чтобы дети уже с раннего возраста понимали, что заниматься спортом – это хорошо Вести здоровый образ жизни, чтобы они любили спорт и часто посещали наш комплекс В состязаниях принимали участие 28 пловцов в возрасте 5 и 6 лет О том, что состязания будут захватывающими, было понятно с самого начала Нешуточная борьба началась уже с первого состязания Участники изо всех сил старались обогнать друг друга и выкладывались по полной Не поднялся эстафета, где нужно отбежать столбики Мячик надо держать и вообще-то кидать в корзину А что было сложным сегодня? Сложное? Ну, которое первое Ребята с большим азартом участвовали в эстафетах и болели друг за друга Все команды показали свои отличные спортивные навыки За что по завершению соревнований участники и победители были награждены почетными именными грамотами и дипломами Слушай, Сережа, а мы с тобой пока в лагерь не уехали, чем будем заниматься? Сема, ты что? В нашем городе в период летних каникул каждый ребенок может найти себе занятие по душе Можно пойти в Центр досуга детей и молодежи «Современник» В детской библиотеке начал свою работу детский клуб «Домовенок» Там каждый день какие-нибудь мероприятия проходят Кстати, посещая их, можно заработать своеобразные деньги, которые называются пинотики А потом купить на них разные вещи Плюс ежегодно в Губкинском в летний период начинает работать пришкольный лагерь А какая школа в этом году распахнула свои двери для ребят? Первая смена будет проходить в третьей школе Кстати, уже состоялось торжественное открытие А как называется смена? Сколько ребят в этом году отдохнул в пришкольном лагере? Чем они будут там заниматься? А сколько отрядов? Сема, на все свои вопросы ты узнаешь ответы в следующем сюжете Торжественное открытие пришкольного лагеря началось с приветствия отрядов Умные, спортивные, ребята! Мы активные! Блокие, законные! Качи, клубы, фонные! Город здоровья Такое название будет носить первая смена, которая посвящена здоровому образу жизни и занятиям в спорту Итак, все отряды в сборе и настало время для рассказа своего девиза Наш отряд! Погнали! 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 По своему названию и девизу к ним с приветственными словами обратились приглашенные на праздник гости Я думаю, что вы найдете многие здесь друзей, многому научитесь И, наверное, если позволит погода, будете много гулять на свежем воздухе И, конечно, ваше здоровье явно поправится Я искренне вам желаю, чтобы вы с пользой провели время при школьном лагере Потому что мы все хотим вас видеть в первую очередь, конечно, здоровыми Поздравляю! Удачи вам! В прошедшем учебном году и, конечно же, заслужили отдых, хорошую погоду и хорошее настроение Я просто уверен, что ваши воспитатели, ваши учителя придумали и запланировали интересные, прекрасные мероприятия И вы проведете эти дни, радуясь, наслаждаясь и получая удовольствие от вашей лагерной жизни Поэтому желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения Далее состоялась презентация отрядов В концертной программе, подготовленной ребятами, были представлены танцевальные и песенные номера ПЕСНЯ 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 Мы ходим играть в спортивные игры, гуляем на улице Ну, в общем, все очень замечательно Мне очень нравится, мы нашли новых друзей, в каждом лагере разные вожатые, каждый из них особый чем-то Например, кто-то какие-то занятия придумал, кто-то очень веселый, а кто-то, наоборот, строгий Так весело началась смена, каждый последующий день, который расписан интересными занятиями, конкурсами, соревнованиями и экскурсиями Ну, а на этом у нас все Ребята, если вы собираетесь на какое-нибудь интересное мероприятие И вы хотите, чтобы мы о нем рассказали в нашей программе Сообщите нам по электронной почте Мы с удовольствием приедем к вам в гости Адрес нашей электронной почты Mail.sobakovector.ru До встречи в следующих выпусках программы Ура каникулы! Пока-пока!